Годы не властны над благодарной человеческой памятью. О бессмертных подвигах солдат и офицеров из 301-й стрелковой дивизии Анастасиевцам и гостям станицы теперь будет напоминать замечательный памятник, торжественно открытый накануне Дня Великой Победы. В Славянском районе немало памятников в честь героев Великой Отечественной войны. Но в последние годы стали появляться новые. И это далеко не случайно. Это говорит о большом внимании местных властей к самому важному – памяти о подвиге солдат Победы. Ставший легендой боевой путь 301-й стрелковой дивизии достоин самых восторженных слов. И свой вклад в увековечение священной памяти внесли жители нашего района, создав памятник в месте формирования дивизии в станице Анастасиевской. Почти пять лет назад, 23 сентября 2013 года, здесь по инициативе района Совета ветеранов, ветеранов нашей станицы, был заложен памятный камень для того, чтобы потом можно было построить здесь памятник. И вот это событие сегодня свершится. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал в этом участие. Трудно переоценить роль содействия местных властей при сооружении этого памятника. Глава Славянского района поблагодарил всех, кто участвовал в этой работе и отметил в своем выступлении важность патриотического воспитания. Сегодня мы открываем памятник, построенный в честь 301-й сталинской ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии, которая была сформирована здесь, в станице Анастасиевская, 75 лет назад. Легендарная дивизия прошла славный боевой путь, на котором было немало трудных рубежей. Форсирование Днепра, бои на юге Украины, освобождение Молдавии и далее победный путь до самого Берлина. На митинге открытия выступили представители районного совета ветеранов и фронтовик, воин 301-й дивизии, житель Новороссийска Григорий Дмитриевич Коваленко. Он принял участие в торжественном открытии памятника. Я очень рад присутствовать прежде всего здесь, на открытии этого памятника. И памятник моим друзьям. Радостно, конечно, но это радость со слезам на глазах, потому что я видел этих павших друзей, которые остались лежать в земле Донбасса. И сам вынужден был попасть в госпиталь, отлеживаться полтора месяца. Ну что ж, судьба есть судьба, война страшная. Автором отличного проекта стал архитектор и скульптор Дмитрий Могилкин, который вложил в эту работу и мастерство, и душу. Александр Георгиевич пригласил на эту работу. Ну я, конечно, с удовольствием взялся. Дело в том, что отец прошел так же с 43-го года, всю войну и далее. И образ возникал не сразу, конечно. Но нам надо было, во-первых, подчинить весь ансамбль, вы понимаете, да? Для почетного члена 301-й стрелковой дивизии Александра Залоги открытие памятника стало долгожданным и очень радостным. Я ждал этого события многие десятилетия, потому что память о тех ветеранах, которых я в 86-м году встретил, и это самое в течение шести лет, до 92-го года, сопровождал их, занимался полностью с ними. Конечно, как они рассказывают, сколько погибло, сколько незахороненных, сколько в плавнях осталось их боевых товарищей. И будем воспитывать на этом по настоящее поколение. Будет связь, будут подвиги в веках наших дедов, прадедов и отцов, это самое, как говорится, живы. Юные анастасиевцы чувствуют свою сопричастность к такому серьезному событию, которое произошло у них на глазах. Я очень рада, что в нашей станице Анастасиевской открылся такой замечательный памятник, посвященный подвигам наших дорогих ветеранов. Мы помним их подвиги, гордимся ими, истим память. В рядах легендарной дивизии сражалось немало славянцев, и мы теперь воздаем им должное за их нестареющие бессмертные подвиги. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События». Анастасиевский, Александр Косицын, программа «События».